Самой эффектной выставкой этого года стали прерафаэлиты в Пушкинском музее. Ее даже продлили на месяц. Столько было желающих увидеть, что там натворили полтора века назад молодые британские художники. Прерафаэлиты сейчас снова в моде. Настолько, что их образы чудом вышли с картин на подиумы. Дизайнер Анна Суи только что показала в Нью-Йорке свою весеннюю коллекцию 2014 года. Хиппи-шик по мотивам тех самых прерафаэлитов. Вообще, выставка, которая проходила в Москве, это та же самая выставка, которую я видела в Лондоне почти два года назад. И это настолько меня вдохновило, потому что в ней были представлены настолько выдающиеся работы, подобно которым не было 70-х. Это были мои любимые художники. Они очень повлияли на меня, и когда дошло дело до создания коллекции, я подумала, почему бы не сделать ее, вдохновляясь моими любимыми картинами. У меня была специальная доска вдохновения, и я повесила на нее изображение с этой выставки. Вы можете видеть в расцветках, в орнаментах, даже в стиле причесок. Все это – результат вдохновения той выставкой. И тот немаловажный факт, что эти художники одержаны женщинами с рыжими волосами. Мой показ открывала Кэрин Уэлсон с ее красивыми рыжими волосами. Анна Суи живет в самом богемном районе Нью-Йорка, точнее даже Бруклина, в Уильямсбурге, где главные модники – признанные и непризнанные художники. У них дизайнеры и заимствуют идеи. Сегодня становится все дороже и дороже жить в Уильямсбурге. Но по-прежнему считается, что есть определенный лук, свойственный Уильямсбургу и Бруклину. Обычно это молодые художники, студенты-художники, люди, которые хотят работать в коммерческом искусстве, чистом искусстве. Они сочетают одежду из секонд-хендов с дизайнерскими вещами. Например, молодые люди оттуда любят носить такие большие бороды. Все эти образы, модные нынче по всему миру, пришли из Уильямсбурга и Бруклина. Это и есть тот самый богемный художественный стиль. Мода и искусство сплелись настолько, что художественные цитаты и аллюзии можно найти в каждой второй коллекции. А платья становятся музейными объектами. Вспомнить хотя бы грандиозную выставку Шанель в том же Пушкинском музее. Последний показ Шанель в Париже и вовсе был обставлен как вернисаж. Дворец Грам-Пале был стилизован под огромный выставочный ангар вроде тех, что можно увидеть на ярмарке Арт Базель. Вдоль подиума громоздились как бы художественные объекты, придуманные лично Лагерфельдом. И главный из них, собственно, логотип Шанель. Раньше дизайнеры должны были обращать внимание на общество. Сейчас это вовсе не нужно. Красные ковровые дорожки перестали быть такими важными. Нынешние дизайнеры хотят быть частью искусства. Одежда на подиуме это доказывает. Главная идея моей коллекции – одеть женщину так, чтобы в этом наряде она могла отправиться, например, на открытие выставки. Мой любимый аксессуар – две большие жемчужины на шее. Они превосходно украшают женщину. Также я взял туфли в стиле Шанель с темными мысками, но добавил носки. Конечно, я оставил наш знаменитый жакет, но сделал его не таким скучным. Все началось в 20-е годы 20 века. Мода и искусство встретились и стали лучшими подружками. В Советской России революционные художники рассматривали искусство как вещь сугубо утилитарную, которую надо поставить на службу пролетариату. Гениальный конструктивист Родченко рисовал плакаты и рекламу, а его жена Варвара Степанова делала эскизы для первых. Это набивной фабрики. Для той же фабрики рисовала эскизы амазонка русского авангарда Любовь Попова, которая до революции успела поучиться живописи в Италии и Париже. Попова вообще считается реформатором текстильного дизайна. Конечно, если бы Степанова и Попова услышали слово «мода», они бы ужаснулись. А если бы убежденный коммунист Родченко увидел, как его стиль используется в рекламе магазина «Сакс» на 5-е веню, то призвал бы матросов Авроры палить по нему. Все амазонки русского авангарда, они работают в этот момент в текстиле. И они делают свои конструктивистские ткани. И в галерее «Проун» была тоже несколько лет назад совершенно замечательная выставка, которая показывала вот эти уникальные ткани, которые сегодня, на мой взгляд, могли бы просто преобразить вообще моду. Это все сегодня транслируется крупнейшими дизайнерами. Если мы возьмем сегодня знаменитую японскую моду, я, например, лично обожаю японских дизайнеров, я обожаю прежде всего немамоты и прежде всего и семьяки. И, конечно, мы у них это увидим. Мы увидим не просто принты конструктивистские на платьях и на одеждах и семьяки. Мы увидим конструктивист икрой. Общенно гениальную игру с элементами конструктивизма, которые просто оттуда взяты и пересажены в новую среду, сроченный сегодня с традициями японской культуры, потому что ямамота, который прославился сначала и стал знаменит прежде всего в Европе, он как раз пользуется элементами конструктивистской эстетики. Но дело было сделано. Русский конструктивизм стал популярен в мире не меньше русского же балета. В 86-м году молоденький Жан-Поль Готье так и назвал свою зимнюю коллекцию «Конструктивист». Это был пламенный привет Горбачевской перестройке и, конечно же, художнику Родченко. Готье взорвал подиум, и об этой коллекции старожилы моды до сих пор вспоминают с любовью. Для весны этого года Карла Герфельд и Сильвия Вентурини Фенди сделали вполне конструктивистскую коллекцию, а буква «Ф» из названия марки удачно вписалась вверх ногами и стала графической доминантой. Вообще, чем графичнее и цветастее художник, тем больше его цитируют. Больше всех повезло Мондриану. Еще в 65-м году Евсен Лоран сделал коллекцию, которую так и назвал «Мондриан». С тех пор квадратики Мондриана мелькают то там, то сям на подиумах. Вот Пьер Харди недавно предложил девушкам сумочку с отсылкой к Мондриану. А весной 2014-го популярная корейская марка «Имсионок» тоже предлагает носить на себе знаменитую мондриановскую композицию с красным и белым. Нередко в дело идет «Матисс». В 2006-м «Этро» приспособили к делу матиссовские сине-белые орнаменты. Довольны остались, наверное, не только любители прекрасного, но и болельщики «Динамо». Дальше тест на основе весенне-летних показов. Попробуйте угадать, какие художники вдохновляли дизайнеров. Продолжение следует... Продолжение следует... В Париже развернула свою модную деятельность аристократка Эльза Скьепарелли. Свои вызывающие платья она делала в одном экземпляре, поскольку каждая считала произведением искусства, непредназначенным для продажи. Скьепарелли первая внедрила застежку-молнию, придумала раздельный купальник и сделала юбку-шорты. Но любим мы ее не только за это. Она дружила с Сальвадором Дали. По его заказу было сделано знаменитое вечернее платье с огромным омаром, которое захотела купить сама герцогиня Винздорская. Дали придумал для Эльзы сумочку-телефон. Именно с этой сумки Эльзы пошла мода на клач в форме самых неожиданных предметов, как, например, книжки Олимпиолетан. Именно Дали придумал для Эльзы ее безумные шляпки в виде отбивной, ботинка и телескопа. В 30-е годы Скьепарелли считали главной соперницей Шанель. Кстати, обе прожили долгую жизнь и всю дорогу ненавидели друг друга. Какова умерла в 71-м, Эльза в 73-м. После Второй мировой Эльза уже модой не занималась, зато активно тусовалась с художниками. В прошлом году в институте костюма прошла выставка Скьепарелли и Прада «Невозможные диалоги». Выставка закрылась, но на память нам остались несколько недлинных роликов, снятых Базом Лурманом. Меуча болтает с Эльзой, Эльзу играет Джуди Дэвис. Подлечившийся в рехабе Джон Гальяна решил вернуться в моду тоже сюрреалистически. Его весенняя коллекция 2013 наполнена облаками из Рене Магрита. И нашлось место, конечно, Амару. Намек на того самого отдали. Как же без Амара? Ну, в общем, справедливо многие богатые модные дома считают хорошим тоном поддерживать современное искусство. Та же Меуча Прада еще 20 лет назад вместе с мужем и соратником Патрицио Бертелли открыла для этого специальный фонд. У них есть своя площадка в Милане, а в 2011 году фонд Прада прикупил палацию в Венеции на Гранд-канале. Реконструкцией занимался архитектор Рэм Колхас. Компания Фурла учредила свою награду – Фурла Art Award для молодых итальянских художников. Победитель получает собственную экспозицию на Венецианской Биеннале. Среди покровителей премии были в том числе Илья Кабаков и Марина Абрамович. В этом году приз от Фурлы выиграла художница Кьяра Фумай. В итальянском же городе Реджо Эмилия в здании бывшей фабрики Макс Мара с 2007 года действует коллицо Ани Марамотти. Основатель марки Акиля Марамотти стал покупать контемпорий арт еще в молодости, когда был банкиром. К моменту его смерти в 2005-м коллекция стала просто огромной и, согласно завещанию, открытой для публики. Наследник Луиджи развил папину страсть и теперь приглашает художников, которые создают проекты специально для пространства бывшей фабрики Марамотти. В этом году там работал наш 27-летний Евгений Антуфьев из Тувы, который наделал из тряпок жутковатых кукол и масок. Луиджи Марамотти не испугался, а остался вполне доволен. Два года назад во Флоренции открылся музей Гуччи. Помимо постоянной экспозиции, прославляющей достижения модного дома, там есть и временные выставки. Сейчас идет выставка знаменитой кружевницы Жоанны Воскиншелуш. Вы еще успеете на нее попасть, она закроется только 15 декабря. Воскиншелуш из коллекции Франсуа Пино, хозяина Гуччи. Пино, заядлый коллекционер и давно состязается в этом с Бернаром Арно, другим магнатом из Франции, владельцем компании LVMH, которому принадлежат Луи Виттон, Жванши, Фенди, Кензо и много других роскошных брендов. Компанию Гуччи Пино увел из-под носа Арно в 99-м году, после чего два француза стали злейшими врагами. Пино сейчас уже отошел от дел, оставил бизнес своим четырем детям, а сам наслаждается чистым коллекционированием. А вот Арно продолжает рулить концерном, что не мешает ему скупать импрессионистов Пикассо и современных художников. Его старшему сыну Антуану тоже повезло, ему досталась модель Наталья Водянова. Но собирать мало, художники должны работать на модную индустрию. Луи Виттон тут пока всех обогнал. Это, конечно, заслуга креативного директора Марки, Марка Джейкобса. На него уже работали такие звезды, как Принц, Кусама и Мураками. Этой весной Джейкобс привлек к делу Даниэля Бюрена, который украсил своими полосками витрины виттоновских бутиков. Бюрен прославился еще в 68-м году, когда собственноручно обклеил весь Париж плакатами, на которых чередовались зеленые и белые полосы. То есть сам Бюрен прославился чуть позже, когда полиция выяснила, кто именно по ночам расклеивал бессмысленные плакаты, где не было ни лозунгов, ни имени автора. С тех пор в инструментарию Бюрена добавился лишь один орнамент – клетка. Ее Джейкобс заимствовал и для своей коллекции. Компания «Эрмес» в 2008-м придумала проект «Эдютер», когда рисунки знаменитых платочков создают знаменитые художники. Первым стал Джозеф Альберс, который много экспериментировал с цветом, потом уже упомянутый Даниил Бюрена и, наконец, Хироши Сугимота. Сугимота в течение года делал снимки на «Полароид» в белой студии, где солнечный свет преломлялся в огромной хрустальной призме. Все эти скромные синенькие красные платочки стоят теперь по 8 тысяч евро за штуку. Потому что почему? Потому что limited edition. А наша дизайнер Наталья Валевская привлекла к последней коллекции самых коммерчески успешных русских авторов последнего десятилетия – Виноградова и Дубосарского. Вы знаете, когда я это делала, была просто чистая интуиция. Плюс, надо сказать, что в тот момент, когда мы создавали коллекцию, все-таки был кризис современного искусства, так как это все-таки времена кризисные, искусство плохо продавалось, но вместе с тем хотелось его популяризировать, то есть сделать искусство доступным. Искусство – это всегда для избранных, для элиты общества, потому что не каждый, к сожалению, может позволить себе иметь определенные работы, определенных художников дома. Но популяризировать мы это можем как? Либо сделать какие-то плакаты, либо сделать принты. И вот так родилась идея сделать одежду с картинами. Но 99% – это были переработанные картины. То есть это не чистая картина в том виде, в каком она есть. То есть мы только две сохранили в том виде, в котором они были созданы ребятами, и то исключительно на подкладках юбок. Одна из самых популярных юбок в коллекции – это была джинсовая юбка с подкладкой, принтом целой картины. Это весьма хулиганская работа. Это обнаженная девушка, лежащая на гольф-поле. То есть эта работа уже давным-давно находится в какой-то из арт-галерей как собственность, она выкуплена. Но мы решили ее повторить, чтобы напомнить о ней. И здесь есть такая доля провокации. Юбка надевается с шортами, с белыми внутри, и застегивается на две или на три кнопки. И вот эта вот как раз девушка, она предстает либо во время ходьбы, когда женщина-обладательница юбки идет, либо когда она сидит. Так она не бросается в глаза. Ну и плюс она такая немножко хулиганская. Вот. И вторая юбка – это тоже с полным полотном картины. Это спящая девушка и высеченная любовь на березе. То, что было очень-очень популярно. Карл Лагерфельд как-то заметил искусство само по себе, а мода сама по себе. Но Энди Уорхол доказал, что они могут сосуществовать. Конечно, Уорхол начинал как иллюстратор. Причем в каких журналах? ВОУК и Харт-Приз Базар. В середине 60-х он открыл на Манхэттене Фэкторе – фабрику по созданию контемпори-арт. Тогда же он начал снимать кино, которое сейчас бы назвали арт-хаусом. На хралях блистала юная Эдди Седжвик – красотка из благородной семьи, которую Уорхол превратил в икону стиля. Короткие платья, черные трико и серьги, свисающие до плеч. Такой Эдди осталась в истории моды благодаря Энди. Седжвик покрасила свои волосы в тот же белый цвет, какой был и у Уорхола, словно брат с сестрой они зажигали на нью-йоркских вечеринках. Она умерла в 71-м на утро после модного показа, вероятно, от передозировки барбитуратов. Вскоре Энди нашел себе новую подружку-дизайнера Дайан фон Фюрстенберг. Она еще тогда не вышла замуж за принца, ее еще никто не знал. Своё знаменитое платье она придумала чуть позже, но Уорхол эта хищная брюнетка понравилась. Ему сразу захотел сделать ее портрет. Это потом ее будут снимать и фотографировать сотни тысяч раз. Но она сама уверяет, тот портрет был самый дорогой. Тем более, что Энди его подарил принцессе Диане. Самого Уорхола нет с нами уже четверть века, но дело его живет. Для прошлой весенней коллекции Прадо украсила платье уорхоловскими маргаритками. Для нынешней коллекции Диор осень-зима Раф Симмонс использовал уорхоловские принты. На сумках даже есть автограф мастера. Не Симмонса, а Уорхола. Можно предсказать, что они и дальше будут сближаться, искусство и мода, до полного слияния и взаимного упоения. Да, конечно, искусство вечно, а мода очень хорошо продается. Продолжение следует...